Дорогие братья и сестры, всех вас с праздником Входа Господня в Иерусалим! И сегодня на библейском портале Экзегет мы рассуждаем именно об этом, таком вот удивительном событии из жизни Господа. По большому счету, да, вот это, конечно, вход торжественный, но это торжественное шествие на страдания. Вот что очень важно нам понять. Это торжественное шествие не на царский трон, не к славу такого непобедимого царя, а это торжественное безбоязненное шествие на предстоящее страдание. Вот это нужно всегда помнить, что Спаситель мужественно, без всякого молодушия и страха, шествовал к своим предстоящим страданиям. А вообще событие входа Господней в Иерусалим, оно для нас знаменательно во многих отношениях. И о нем повествуют четыре евангелисты, все евангелисты. И предваряет его вечеря у Лазаря, которого Спаситель недавно воскресил из мертвых. И это было таким удивительным чудом, некое предварение воскресения Христова. И вот во время вот этой вечери там Мария, сестра Лазаря, помазует ноги Христа благовонным миром. Вообще таких помазаний было несколько, но в данном случае это особое такое вот помазание. Обычно-то по закону ветхозаветному мира его возливали, допустим, на жертвенник, на котором приносили жертвы. Затем мир и возливалось на священство, на священнослужителей. То есть это было символом посвящения. И вот здесь вот это вот помазание, оно означало, что Христос есть истинный священник и первый священник, который приносит истинную жертву. И он сам есть вот эта вот жертва, которая вознесется за грехи всего мира. И он начинает свое шествие из Вифании, поднимаясь на гору Елеонскую, и затем спускается с Елеонской горы, идет к Иерусалиму. А Елеонская гора, она с востока от Иерусалима. И вот так получается, что действительно именно с востока является Спаситель, посетил нас восток свыше. И он поднимается в город, и при этом он, надо сказать, он плачет о том, что ждет Иерусалим за его неверие. Но вот он, поднимается он, как мы помним, на осленке еще необъезженном. И вот этот необъезженный осленок, он символизировал собой языческие народы, на которых еще не возлагалась иго закона Божия, закона Моисеева. Вот рядом с этим осленком шла также ослица взрослая, которая уже много трудилась, на нее возлагали иго. Это был символ иудейского народа. Он нес на себе ермо закона Божия, но в конце концов оказался непокорен. А Спаситель восседает, едет на вот этом осленке, на которого еще никто никогда не восседал, показывая, что вскоре языческие народы примут его, и они возложат на себя не просто иго ветхозаветного закона, они возложат на себя закон евангельский и понесут на себе Христа по всем странам мира. Кроме того, мы знаем, что ослик – это мирное животное. Обычно полководцевые, начальники, цари, они ездили на конях или на колесницах, могли быстро передвигаться. А вот ослик – это символ мира. И Христос, восходя к храму Соломонову, он несет с собой благодатный мир. Почему так? Потому что люди больше всего страдают от вражды. И все мы на самом деле, наши основные беды, они в том, что подчас у нас мысли и чувства сердечные начинают раздираться от вражды и негодования кому-либо. А вот Христос, он несет с собой благодатный мир. И он приходит как царь, но как царь духовного благодатного мира. Вот примем ли мы этот мир? Помните, когда Спаситель посылал учеников на проповедь, он говорил, что, входя в дом, вы приветствуете живущих там, говоря, мир вам. И если те, кто живут, будут достойны, то почит на них мир ваш. А если не будут достойны, то мир ваш к вам возвратится. И вот так и Спаситель, неся с собой мир, он показывает, что примут его только достойные. Те сердца, которые готовы преодолеть в себе вражду и воспринять мир Христов. И вот он восходит в город Иерусалим, подымается в храм, и происходит удивительное такое дело. В чем оно? В чем уникальность? В том, что этот храм на тот момент это был единственный на планете Земля храм, посвященный истинному Богу. Во всех остальных местах какие-то капища языческие. То есть везде люди под властью демонических сил, ибо боги язычников – это, по сути, бесы, выдававшие себя за богов. А вот здесь, в Иерусалиме, единственный храм, который посвящен Богу, истинному Богу. И вот приходит сам Бог воплотившийся и вступает в этот храм, принося людям мир. И иудеи по пути приветствуют Господа и восклицают «Осанна сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господне, царь Израилев, осанна вышних». Они приветствуют Его действительно как царя, во многом потому, что они слышали о воскрешении Лазаря и видели, что Спаситель победил смерть. Он побеждал недуги, Он исцелял безнадежно больных, Он побеждал разбушевавшиеся стихи, и действительно, значит, это и есть царь. Вот они Его приветствуют, но немножечко они по-своему понимали царство Христово, что Он даст им политическую независимость и свободу. Но разве Христос революционер? Какой смысл в том, чтобы сменять, скажем, одну какую-то вот не совсем честную власть и ставить на нее других людей, которые тоже во власти окажутся не настолько честными, порядочными? И вот эта вот история наша человеческая, она представляет собой такую бесконечную грызню одних политиков с другими, когда друг с другом постоянно воюют, припираются, что-то отнимают. Вот такой вот беспорядок политических и военных перипетий. И если вот немножко так отстраниться и посмотреть, то это вот как такая вот песочница, где дети пытаются строить какие-то песочные домики, отнимают друг у друга игрушки, друг друга вытесняют. А зачем становиться спасителем, вот простите за выражение, королем этой песочницы? Зачем ему входить вот эти бесконечные дрязги нашего земного мира, когда все это рухнет, как и всякая песочница? Она уходит в небытие. И предзором человека предстает вечный мир, где единственный истинный царь, это сам Господь Бог, вот это царство вечное, новое, царство любви, царство обновления, он и приносит с собой, и пытается донести до людей, если, конечно, сами люди попытаются расстаться с царством греха. И вот в этом и заключается основной такой трагизм, наверное, входа Господней в Иерусалим, в том, что он приходит к ним как духовный царь, чтобы нести им духовную свободу. А они ждут от него каких-то земных, корыстных для себя благ. Это то же самое, как вот мы, если бы вот Христос вдруг действительно стал каким-то земным царем, президентом, вот подумайте, какими мы просьбами наполнили бы свое обращение к нему, что у нас не так проложен асфальт, который постоянно трескается, что у нас какие-то экономические кризисы, и дай нам земное благоденствие, что ресурсы на нашей планете заканчиваются, дай нам новые источники энергии и так далее. Мы бы завалили обращение ко Христу вот этими меркантильными земными просьбами и погрязли бы вот в этом крайне несовершенном мире, исполненном греха и соблазна. И вот поэтому-то Христос и не становится царем нашего видимого, испорченного мира, чтобы не погружаться вот в эту бушующую пену человеческих страстей. Надо и нам время от времени стараться вот выныривать из этих волн и обращать свой взор к духовной свободе, которая подается в чистом Евангелии. Для этого открыто нам чистое небо, и Христос есть царь вот этого небесного царства. Когда Господь вступает в пределы храма Соломонова, то прежде всего Он изгоняет всех торгующих и покупающих, и меняющих монеты. Это был внешний двор язычников, который предназначался на самом деле для языческих народов, точнее представителей языческих народов, которые уверовали в единственного истинного Бога. Но во что иудеи превратили этот внешний двор? Там они превратили сплошную торговлю. Продавали и покупали вот этих жертвенных животных, меняли монеты, потому что считалось, что приобретать в храме можно только на храмовые деньги, поэтому валюту разных стран надо было менять. И вот этот вот звон монет, толчая, суета, крики, блеяние жертвенных животных показывало, что здесь уже царит хаос, а не Божия благодать. Поэтому Спаситель прежде всего восстанавливает благочестие храма Соломонова, храма Ветхозаветного. Он выступает здесь и как царь, и как первосвященник, и как пророк, потому что говорит, дом мой домом молитвы наречится, а вы превратили его в вертеп разбойников. И после этого Спаситель исцеляет людей. Слепые прозревают, глухие слышат, парализованные подымаются. Вот так Спаситель являет свою царскую благодатную власть. Но самое главное чуть дальше. Именно вот после входа Господня в Иерусалим к Спасителю поступает первое известие о обращении язычников. О том, что некоторые из язычников, пришедших в Иерусалим, вот они подошли к Филиппу, и потом Филипп идет к Андрею, и они вместе подходят ко Христу и говорят, что «Эллины ищут увидеть тебя». И вот тут Спаситель произносит знаменательные слова. «Пришел час прославиться Сыну Человеческому». Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно по в землю не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. И Спаситель таким образом указывает, что вот Он для того и пришел в Иерусалим, чтобы умереть ради спасения всех, чтобы принести многие плод, и чтобы языческие народы обратились ко Христу, через это прославился Сын Человеческий. Спаситель произносит еще такие удивительные истины. «Любящий душу свою погубит ее», то есть вот тот, кто как раз ищет вот этих корыстных земных вещей, для кого главное, чтобы не тек кран, чтобы асфальт был ровно положен, а не спасение бессмертной души, который постоянно наполняет душу вспыльчивостью, негодованием, недовольствами, вместо того, чтобы явить хотя бы какую-то любовь ближним, тем, кто находится рядом. Вот эти люди и губят свою душу, а вот тот, кто отвергнется вот этих своих земных попечений, тот и наследует и сохранит душу свою в жизнь вечную. «Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет». Спаситель говорит, что где он, там будет и тот, кто последует за ним. И по большому счету вход Господень в Иерусалим – это такой вот символический прообраз вхождения Христа как нового Адама в рай, как в небесный Иерусалим. Вот ветхий Адам, первый человек, он утратил рай, и люди после этого не сходили все во ад. И в рай входит уже новый Адам и за собой ведет обновленное человечество. И вход Господа в Иерусалим – это такая вот аллегория, вхождение Сына Божия в небесный Иерусалим, в рай, куда за собой Спаситель поведет всех кающихся, начиная с благоразумного разбойника. И в этом-то и заключался такой вот духовный смысл входа Господа в Иерусалим. И вот в этот удивительный праздник мы приходим в храм вместе с веточками вербы. Конечно, на Востоке люди приходили с палевыми ветвями, вспоминая тех, кто с палевыми ветвями и ветвями от финиковых деревьев встречали Господа. Когда-то в России был чин шествие на ослять, и даже с восточных таких южных стран привозили тоже пальмовые ветви. Потом, к сожалению, этот чин был упразднен Петром Первым. Но, может быть, когда-то он возродится, но у нас на Руси пальмы не растут. И первое такое вот растение, которое весной начинает уже давать свои такие росточки, нежные вот эти вот пушинки, это верба. И она символизирует собой жизнь, она символизирует собой воскресение. И означает, что, встречая Господа, идущего в Иерусалим, а тем более в небесный Иерусалим, мы стараемся последовать за Христом. Мы стараемся исповедовать силу Его воскресения и остаться вместе с Ним в Его страданиях, чтобы пройти этот путь вплоть до светлого праздника Пасхи. Вот, братья и сестры, дай Господь всем нам силу быть верными Господу в своих личных жизненных страданиях и приобщиться к светлому Христову воскресению. С праздником!